Говоря об Индии, пожалуй, первое, что вспоминается, грандиозный и таинственный тадж-махал и священный ганг, разнообразные специи и блюда и, конечно, индийское кино, без которого представить эту страну просто невозможно. Познакомиться с экзотикой ближе можно на фестивале индийской культуры. Его каждый год устраивают студенты медицинского университета, которые приехали к нам учиться из этой страны. Намрата из Мумбаи. Дом она бывает редко. У нас есть очень старшие традиционные. Поэтому мы хотим показать, что у нас такие традиционные танец или музыка или еда. Поэтому мы делаем это. Я думаю, мы скучаем по Индии весь год. Поэтому один раз мы чувствуем, что мы в Индии. Это не просто праздник индийской культуры. Это настоящий фестиваль дружбы народов. Здесь можно услышать и традиционные восточные песни и увидеть руссконародные танцы. Как мы к ним с теплой душой, так и к нам. Они к нам с теплой душой помогают, улыбаются. В принципе, они очень гостеприимны. Поэтому я думаю, что они очень похожи на нас в этом плане. История русско-индийской дружбы действительно очень давняя. Эту удивительную и прекрасную страну открыл нам еще тверской купец Афанасий Никитин еще в 15 веке, когда совершал свое легендарное хождение за три моря. Его путь в Индию лежал как раз через Нижний Новгород. Знакомство наших стран продолжается. И вот уже индийские студенты совершают свое хождение уже к нам за знаниями и опытом. Анна Колпаева, Виталий Кудрявцев. Время новостей.